Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Хочу Все Знать. Сегодняшнее видео будет о том, как народы мира защищаются от негатива. Желаю вам приятного просмотра. Армения. В качестве амулета в Армении использовались яйца. Их ставили на ковроткатские станки, у колыбелей, тониров, клали в чаши с водой. Куриные яйца украшали разноцветными нитками, бисером и вешали перед входом в дом. Армяне верили, что яйца оберегали от сглаза и злых духов. Гранат. Гранат – символ Армении. Гранат для армян является один из самых узнаваемых символов страны. В армянской мифологии Анаит была богиней плодородия и исцеления, мудрости и воды. Символом плодородия у богини Анаит являлся гранат. Гранат служил защитой от сглаза. На свадьбах в Западной Армении невесты бросали гранат и разбивали на куски. Разбросанные зерна граната гарантировали рождение детей у невесты. В ванне армянские женщины, которые хотели иметь сына, ели хлеб, сделанный из теста и смешанный зернами граната. Важность граната засвидетельствовала в армянских исторических рукописях и в резьбе по камню, где он использовался в качестве популярного орнамента. Индия В Индии, стране, где много предрассылков, очень боятся сглаза и делают все возможное, чтобы оставаться защищенными от его пагубного воздействия. Если вы приедете в Индию или Непал, вы повсюду увидите нимбу-мирчи, состоящие из перца чила и лайма, висящих на веревке над дверными проемами. Показ нимбу-мирчи – это древняя индуистская практика, которую вы увидите не только над дверными проемами, но и украшением транспортных средств и свисающим с портретов любимых предков и политиков. Желательно в субботу утром завязать нимбу-мирчи в центре главной двери вашего дома или заведения. В следующий понедельник утром снимите нимбу-мирчи и выбросьте его из дома, заведения или транспортного средства рядом с дорогой. Италия Корничелло – традиционная итальянская подвеска в виде небольшого стручка. Внешне она напоминает перец чилы и по форме, и по яркому красному цвету. Считается, что эта подвеска служит защитой от недоброжелателей и притягивает удачу. Чтобы желание сбылось, стручок нужно потереть в руках. Япония В Японии перед Новым годом над входом размещают главное убранство – семикадзарий. Это некая разновидность соломиного оберега, подобная железной подкове, что висит в домах на западе. Соломинки этого вида декора должны обязательно свисать вниз, как солнечные лучики, защищая тем самым жилища от темных и злых сил. Голландия В Голландии на воротах домов и амбаров рисовали семь магических шестигранников. Считалось, что они охраняют постройку от колдовства, пожаров, молний, наводнений и прочих стихийных бедствий. Гватемала Основную часть местного населения составляют индейцы, которые бережно хранят свои многовековые обычаи и традиции. Несмотря на то, что Гватемала является столицей перспективного и современного государства, старинные традиции здесь заметны абсолютно во всех сферах жизни. Зайдя в гости к коренным жителям, можно увидеть у входа в дом небольшие тотемы, обереги, на которых изображены священные животные. Они по-прежнему остаются почитаемыми наряду с христианскими святынями. Греция Большинство греков верят в силу дурного глаза. Считается, что сглазить человека можно, отвешивая ему чрезмерные комплименты, нахваливая его красоту, ум и прочие достоинства, а также машину, дом и прочие богатства. Суверные греки во избежание сглаза принимают всяческие защитные меры. Очень часто на шее у грека, особенно у детей, можно увидеть традиционный оберег в виде стеклянной или мраморной подвески с нарисованным синим глазом. Такой оберег носит не только на шее, но иногда и на руке, как браслет. Считается, что именно голубой цвет защищает от сглаза. Ну вот в чем парадокс. Греки уверены, что сглазить может только человек с голубыми глазами. Своё жилище греки также защищают от дурного глаза, развешивая связки чеснока по углам. По мнению суеверных греков, чеснок отводит зло и защищает от недоброжелательных духов. Поэтому, чем его больше в доме, тем лучше. Россия. Православные люди вешают у входа иконы вратарницы или семистрельная. Эти иконы покровительствуют членам семьи, препятствуют проникновению злых сил в дом, приносят покой и мир. Северная Америка. Индейцы. История индейцев богата символизмом и мистикой. Они были первыми людьми, которые населяют эту страну. И они жили в гармонии в течение многих лет без отвлечения или разногласий. Ловец снов. Популярный талисман не только будет оберегать сон, но и отгонит от человека нечистую силу. Во сне человек наиболее уязвим, и это означает, что ему требуется защита. Ловец снов напоминает сеть, через которую проходят только спокойные и добрые сны. Утренний солнечный свет уничтожает все кошмары, застрявшие на амулете. Что касается добрых и приятных снов, то они остаются в обереге и, по поверью, могут присниться еще несколько раз. Израиль. Из поколения в поколение евреи крепят на входе своих домов мизузу, как напоминание о связи с Творцом и его заповедями. Установленная по всем правилам мизуза объегает обитателей дома. Болгария. Болгары вешали над входом колокольчики, звон которых отпугивал представителей тьмы. Кстати, этот обычай сохранился до сих пор. Считается, что нечистая сила способна проникать в дома через окна и двери. Для защиты от нее и в наши дни на оконных стеклах чертят пентаграммы, кладут на подоконник белые морские камешки, рыкушки, кусочки стекла. От любых негативных воздействий защищают обыкновенные белые занавески. Дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, на этом я заканчиваю свое видео. Очень надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарии. Благодарю. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok